Это пульс дня и мы продолжаем. Октябрьский районный суд Саратова заочно арестовал гражданина Беларуси Сергея Савельева. Ему вменяют так называемый неправомерный доступ к компьютерной информации. МВД готовит документы, чтобы объявить его в международный розыск. Напомним, именно этот человек передал порталу ГУЛАГу.нет видеозаписи объемом в 100 гигабайт, на которых пытки заключенных. Сам Савельев числится программистом. В Саратовской области он отбывал наказание в одной из колоний. К работе с компьютером его привлекло начальство пенитенциарного учреждения. По его словам, записи пыток он собирал по поручению начальства туберкулезной тюремной больницы. Их целенаправленно снимал персонал на видеорегистраторы. Для каких именно целей до сих пор неизвестно, есть лишь предположения. Одно из которых оказывает давление на родственников заключенных на воле, чтобы они дали взятку тюремщикам. В обмен последние обещали прекратить издевательство. Новое уголовное дело завело следственное управление МВД по Саратову. По версии людей в погонах, программист осуществлял доступ к охраняемой законам компьютерной информации, повлекшей копирование информации. Это цитата из материала в дело. Ну а если переводить скандового на человеческие, записи пыток охраняются государством и трогать их нельзя. Сейчас Савельев находится во Франции, где ждет политического убежища. В эту европейскую страну его удалось доставить сложным транзитом через одну из государств Северной Африки. Пресс-секретарь главного кремлевца не стал комментировать правомерность объявления в федеральный розыск Савельева. Представитель убителя стерхов посоветовал журналистам обращаться с этим вопросом к правоохранительным органам. Дальше цитата Пескова. Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск, это не наша сфера. Напомним, после того, как портал ГУЛАГУ.НЕТ опубликовал истории избиения заключенных и сексуальных изнасилований, шваброй против сотрудников СИН завели несколько уголовных дел. По всей видимости, только лишь из-за возникшего резонанса. Руководство больницы уволили. К разговору подключается российский публицист Игорь Яковенко. Игорь, я вас приветствую. Такой, наверное, будет первый вопрос. А все же, на ваш взгляд, если Савельев обнародовал то, что даже российским уголовным кодексом запрещено, то зачем его за это арестовать и заводить новое уголовное дело? Здравствуйте. Ну, мы в России находимся в Зазеркалье, где правда и ложь, добро и зло меняются местами. Поэтому то, за что человека надо награждать, и, в общем, действительно, этот человек проявил огромное гражданское мужество, что все это сделал. И этот человек действительно пытается каким-то образом улучшить ситуацию в нашей стране, в России. Но за это его обвиняют в уголовном преступлении, объявляют в розыск. Это все понятно. И главное, что здесь выясняется и подтверждается, это то, что вот этот пыточный конвейер, это не результат каких-то отдельных садистов, каких-то отдельных извращенцев, а это государственная политика. Это одно из основных фундаментальных скреп путинского режима. Потому что, на самом деле, это не только возможность вымогать взятки от родственников, это выбивание признательных показаний, это выбивание доносов на других заключенных. В общем, это основа путинского режима. Ну и поэтому это величайшая государственная тайна, за которую надо человека отыскать, наказать, посадить опять-таки в тюрьму и опять-таки пытать засовывать швабу в прямую кишку. Значит, очень характерный отказ, ну на самом деле понятно, что это не Песков, это Путин, отказался интересоваться этим делом. Потому что очень характерный вопрос же ему был задан. Ну как же, вот вы, Владимир Владимирович, интересовались делом Сноудена, делом Ассенжа. Почему же вот этим делом? Ну почему? Потому что это Сноуден и Ассенж рассказывали о всяких неприятных вещах, которые происходят на Западе. А этот человек раскрыл величайшую государственную тайну о том, что в России существует пыточный конвейер. Поэтому, конечно, его надо посадить и пытать. Это на самом деле позиция Кремля. То есть все, что происходит, это не какая-то позиция там отдельных сотрудников МВД в Саратовской области. Это позиция Кремля. Найти человека, который все это раскрыл. Хотя, конечно, человек по всем нормальным человеческим божеским законам, этот человек должен быть награжден за то, что он раскрыл вот эти вот массовые преступления. Игорь, а тогда следующий вопрос. Как вы думаете, на что рассчитывает МВД, когда пытается, вероятно, с помощью того же Октябрьского районного суда Саратова объявить в международный розыск Савельева? Неужели они думают, что европейская страна, даже если это правда, и сейчас он находится во Франции, его выдаст российским властям? Конечно, нет. Конечно, на это нет расчета. Но есть определенный расчет. Просто не на то, чтобы это привело к каким-то результатам, а просто надо произвести такие действия. Ну, мало ли, как дальше выйдет. Может быть, человек когда-то по ошибке приедет в какую-нибудь, или будет перелетать через территорию какой-то страны, где, ну, как это было в Белоруссии, с Романом Протасевичем. Ну, а вдруг получится? Вдруг какая-нибудь страна, куда он приедет, возьмет, да и выдаст. Ну, и самое главное, что это люди делают, выполняют определенные ритуальные танцы. Вот они им сказали возбудить уголовное дело, им сказали, значит, объявить розыск. Ну, прежде всего, это связано с тем, чтобы в дальнейшем была понятна позиция российского государства в отношении тех, кто попытается последовать, к примеру, Савельева. Ведь на самом деле этот пыточный конвейер никуда не делся и никуда не денется. И вот задача заключается в том, чтобы уж теперь ни при каких обстоятельств нового слива компромата вот этого не было. И можно было всегда сказать, ну да, были отдельные случаи, вот мы их пресекли. Игорь, на ваш взгляд, если бы Савельев не покинул Россию, что бы ему грозило? Ну, я думаю, что он оказался бы как раз в одном из наиболее отвратительных, пыточных закутков российской системы исправления наказаний. Я думаю, очевидно совершенно, что он давно бы уже сидел и с ним бы уже давным-давно работали. Игорь, спасибо. Игорь Яковенко, российский публицист, был на прямой связи со студией. Обсуждали мы такую интересную новость, когда человек, рассказавший о пытках в отношении заключенных, которых запрещено Уголовным кодексом России, вдруг сам оказался фигурантом уголовного очередного дела. К этой минуте у меня все. Увидимся и услышимся завтра. А после этого эфира с вами встретимся в рубрике по скриптуму моя коллега Наталья Быстрицкая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова